На месте этих опиленных деревьев еще недавно стояли исполины. Посаженные в 70-е годы, эти деревья достигали высоты пятого этажа, по рассказам местных жителей. Точкой кипения стал день, когда ветка со старого дуба упала на машину Марии. Тогда страховая компания насчитала ущерб на сумму в 100 тысяч рублей. Вместе с мужем Мария обошла жителей своего дома, и им удалось собрать подписи за опил деревьев. Заявку они направили в управляющую компанию. Вот одна из фотографий этого присадника. Это сухостой с 4-й и 5-й этажей, который несет при проходе в 47-ю школу, в магазины, угрозу жизни и здоровья. При начале опила деревьев присутствовали представители, собственники данного подъезда, руководили данными работами. Вместе участвовала бригада развития центра, и также я лично там присутствовал. Все сухостои, которые несли угрозу, были спилены. Здоровые же деревья опилили, и по словам директора управляющей компании, уже к весне они зацветут вновь. Вот только такие работы понравились далеко не всем. У нас зелень была, пыль с дороги идет. Мы же выходим на эту лавочку подышать. Деревья – это кислород, это вот для ребятишек очень хорошо. Я не знаю, кто из жильцов захотел вот это убрать. Это теневая сторона от солнышка. Я не считаю, что это хорошо. Если оно больное дерево, если оно мешает, то да, надо убирать. Но здоровые деревья убирать на московском – это абсурд. Директор управляющей компании Геннадий Иванцов заявил, что ни одно дерево не было опилено просто так. Каждое было осмотрено, и по каждому было принято решение. Работу в этом направлении они будут продолжать. Стоит отметить, что любой житель может обратиться в управляющую компанию по поводу дерева, которое считают опасным. Ведь то, что для одних может быть хорошей тенью, для других является настоящей напастью, которая и в солнце в квартирах загораживает, и может упасть на проходящих под ним людей. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.